Всем привет, меня зовут Александр Голанцев и я занимаюсь табло в компании BioConsult. Сегодня я вам расскажу о таком функционале в табло, как параметры. Это дополнительные поля, которые специально настраиваются для дополнительного функционала. Они чем-то похожи на фильтры и внешним видом и то, как они используются, однако у них есть ряд особенностей. Основная из них это принятие любых значений, которые только могут быть, которые определяются только типом. Также у них есть большой спектр использования, которые я вам покажу. Давайте сначала начнем с первых примеров и постепенно будем усложнять и в конце я покажу вам самые интересные примеры использования параметров. Прежде всего я продемонстрирую самый популярный способ использования параметра. Это параметры для использования топ чего-либо. Давайте посмотрим топ под категории по продаже. Ну в формате барчарта только. В формате барчарта и сразу ассортируем. И для того чтобы получить топ мы приносим под категорию фильтр. Используем топ по полю 5. Протажи и сумма. Если вы посмотрите внимательно на это поле, здесь стрелочка вниз. Мы можем как ввести значения, как я сейчас сделал, так и создать новый параметр. Давайте вам покажу два способа. То есть можно сделать параметры начиная отсюда. Мы выбираем и формируем его. А есть другой вариант. У нас выбралось 5 под категорий. Есть другой вариант. Мы из поля, где есть измерение меры. Выбираем параметр. Create параметр. Назовем его топ. Поскольку у нас числа целочисленные, то мы будем использовать формат integer. Пусть у нас текущее значение будет 3 и мы можем ввести сюда любое значение. И сейчас я подробнее расскажу, что значит каждая из форматов здесь. Вот у нас топ, но мы не используем этот топ в данном фильтре и поскольку еще не используем его. Поэтому нам нужно выбрать здесь формат топ и тогда он будет делать так, как мы хотим. Сейчас у нас топ 3 по умолчанию. Однако давайте возьмем покажем шоу параметр и мы можем ввести любое значение. Топ 6, топ 2 и так любое число, которое будет меньше, чем максимальное количество под категорией. Однако параметры намного шире по функционалу. Давайте я вам это продемонстрирую. выбираем кнопку edit. Прежде всего, current value это то значение по умолчанию, которое используется. То есть когда вы открываете книгу и ничего не изменяете, то будет вводиться именно это значение. Формат. Мы можем вывести формат, добавить разделители после тысяч, формате валюты и любые операции над числями. Но мы оставим автоматическое, как и было. Здесь последний вариант это разрешаемые значения. В данном случае у нас разрешены все целочисленные значения, которые можно придумать. Однако не всегда это нужно. Иногда намного удобнее выбрать из раскрывающегося списка. Например, давайте возьмем 1, 3 и 5. И при этом мы сразу можем задать алиасы, которые будут в данном случае нам помогать, если мы не хотим сразу задавать строчки. И в данном случае это намного удобнее, чем отдельно задавать для каждого варианта параметра свое название. Вот. И как видите, сразу поменялось current value. Однако значения под этим все равно остаются 1, 3, 5. Вот. То есть у нас топ-1. Давайте мы будем использовать вот так. Так. Поскольку у нас всего три варианта, мы можем выбрать их в таком формате. И последний вариант для любого параметра это range. То есть здесь мы можем выбрать минимальное значение, максимальное значение и шаг, с которым оно может меняться. То есть у нас, давайте выберем от 1 до 15, с шагом 3. То есть у нас будет 1, 4, 7 и вот в таком формате. Мы теперь мы сохраняем и можем выбирать 1, 4, 4, 7, 10 и вот так можно сделать любой вариант. В данном случае я вам продемонстрировал самый популярный способ использования параметров. Еще одним популярным способом использования параметров является его применение в расчетах. Давайте его продемонстрируем. Сначала назовем это top-n по подкатегориям. Создаем новый лист. И теперь давайте выберем условный регион и его продажи. Только мы выберем их в формате опять-таки барчарта. Однако довольно популярной является проблема, что мы хотим смотреть продажи в разрезе не просто региона, а также какой-нибудь подкатегории, категории или рынка или сегмента. Все эти варианты мы можем добавить, используя параметры. Давайте так и сделаем. Создаем параметр. Назовем его analytics. Это у нас будут строки просто с перечислением тех полей, которые мы хотим. Давайте назовем категория. Регион. И последнее давайте выберем сегмент. У нас есть три варианта, которые мы можем выбрать. Теперь давайте создадим вычисляемое поле, которое будет работать так же, как измерение. И будет нам возвращать эти значения. Давайте create calculated field. Также назовем его analytics. Будем использовать вариант case. Таков синтаксис использования case. Мы пишем поле, по которому нас интересует. Перечисляемое. И дальше используем вариант when then. То есть если у нас аналитика равна региону. Тогда мы будем использовать поле. Сгруппированный регион, где их больше всего. Если у нас поле равно категории. То мы будем использовать поле категории. Вот так. И последний вариант. Сегмент. Если у нас поле. Сегмент. Тогда мы будем использовать опять-таки сегмент. Вот. И добавляем вариант. Слово end. И у нас готово. Теперь просто заменяем регион групп на аналитику. И покажем еще параметры, которые у нас есть. Вот. У нас есть констовары, мебель, техника. Давайте выберем по сегментам. У нас потребительский сегмент больше всего занимает по продажам. И по региону аналогичные результаты. Также по категории. Вот. Однако. Помимо самих измерений. Интересно посмотреть в разрезе различных мер. Те или иные результаты. То есть. Допустим. Категория констовара. Она. Принесла меньше всего продаж. Из всех трех. Однако. Интересно посмотреть. Каков результат с прибылью. В этой же категории. Давайте так и сделаем. Назовем. Параметр. Меры. Тоже у нас будет. Стринг. Профит. И. Селс. То есть. Прибыль и продажа. Делаем. Все аналогично. К тому, что мы сделали до этого. На основании этого поля. Мы. Опять таки. Создаем. Новое вычисляемое поле. Тоже его называем. Measures. И. Опять таки. Будем использовать. Вариант. Кейс. Абсолютно. Такой же. Синтексис. Ничего не меняется. То есть. Если у нас. Равно. Профит. Тогда. Мы будем использовать. Сумму. Прибыли. Эм. Если же у нас. Вариант. С продажами. То. Мы будем использовать. Сумму. Продаж. Продажа. Вот. Опять таки. Заканчиваем. Этот вариант. Эм. Здесь. Наверное. Даже. Есть смысл. Убрать. Вариант. Агрегации. Потому что. Ее. Можно. Потом. Добавить. Опять таки. В качестве. Меры. Вот. Эм. И. Продажи. Меняем. Эм. Эм. Я убрал. Специально. Если нам. Например. Интересно. Посмотреть. Средние. Продажи. Или. Среднюю. Прибыль. То. Мы. Показываем. Параметры. То есть. У нас. Средняя. Прибыль. У нас. Средняя. Прибыль. Больше. Одна. Хотя. При этом. У нас. Продажи. Не. Не. Нас. Аналогично. Добавить. Любое. Количество. Меры. Измерений. В. Любое. Измерений. В. Давайте. Назовем. Ээээ. Эээ. Как. Параметры. 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 Эээ. Эээ. И перейдем к следующему варианту использования параметров. Еще одним способом использования параметров является его использование в бинах. Давайте я продемонстрирую это. Давайте посчитаем распределение количества заказов в зависимости от длительности поставки. Для того, чтобы посчитать длительность поставки, нам нужно посчитать разницу между датой поставки и датой заявки. Давайте так и сделаем. Назовем delivery time. Ой, только по-английски. Delivery time. Daydiv. Day. Data заявки. Data поставки. Вот. Теперь мы можем сделать бины из этого поля. То есть create bins. Ой. То есть нас интересует create именно bins. И по умолчанию нам табло предлагает вот такой размер каждого бина. Однако давайте его поменяем через параметры опять-таки. Сделаем его минимальным и максимальным через 0,5. Там, допустим, максимум 10. Давайте 20. И 5. Ой, 0,5. Вот в таком формате. Вот. И теперь мы можем построить визуализацию. Используем delivery time. Про количество ордеров. Ну, давайте мы сначала выберем так. Order ID добавим. У нас, конечно, пока все неправильно. Но мы поменяем его на меру. Count distinct. Поменяем его в другой формат. Чтобы это смотрелось именно как распределение. То есть мы видим, что у нас... от нуля до... От нуля до... У нас при распределении от трех до пяти количество... А у нас неправильно здесь выбрано. И вот если каждые четыре дня, то есть от нуля до четырех дней у нас сколько заказов? Восемь тысяч двести пятьдесят шесть. Но доставка четырех дней и больше у нас занимает до семнадцати... Больше семнадцати тысяч заказов у нас было. А теперь давайте мы выберем вариант с полднями. Но это не очень удобно. Вот если мы выберем... Ай, у нас как-то неправильно работает параметр. Давайте его немножко поменяем. Current value мы будем использовать в один. Step size у нас тоже как-то сломался. Вот. Вот там была проблема вся. От нуля до одного дня у нас идет... Тысяча триста заказов практически. Чуть меньше от одного до двух дней. И вот так по нарастающей максимальное количество от четырех до пяти дней. У нас идет самое большое количество заказов. Семь тысяч двести. Естественно, параметры можно поменять в удобный формат. И использовать его как-нибудь по-другому. Давайте напишем. Delivery. Delivery Distribution. Как-то распределение доставки. Вот. Теперь перейдем к следующему варианту использования параметров. Очень удобно использовать параметры в качестве KPI на самих визуализации. То есть, когда у нас будет какая-то статическая линия, которую мы можем использовать и ориентироваться на нее. Ну, давайте это сделаем с точки зрения подкатегории. И продаж на них. То есть, ну, только в формате барчарта. Опять-таки отсортируем. И мы видим, что у нас продажи для каждой из отдельной подкатегории колеблются от 73 тысяч долларов до 1,7 миллионов. Но нас, очевидно, интересуют самые большие продажи. И, допустим, что мы хотим иметь возможность менять диапазон там от 500 тысяч до 900 тысяч, чтобы посмотреть, как каждая подкатегория справлялась с этой работой. Добавляем параметры, назовем его KPI. Это будет формат Integer и формат Range. Он будет меняться, допустим, от 500 тысяч до 1 миллиона с шагом 50 тысяч. При этом мы будем показывать в формате, давайте, с использованием тысяч. То есть, и без знаков после запятой. Вот. Либо давайте лучше использовать вариант с миллионами, но с двумя знаками после запятой. Или даже с одним. Вот так форму. В таком формате будет удобнее всего. Вот. Теперь добавим вычисляемое поле, которое будет у нас раскрашивать больше или меньше, чем KPI. То есть, давайте напишем Sales. Назовем его Sales больше KPI. И просто так и почитаем. Сумма продаж больше ли она, чем KPI. И если меньше, мы просто будем раскрашивать немножко по-другому. Давайте его положим сюда. Только поменяем цвета. Сделаем наоборот. True синий. Этот в таком формате. И покажем еще, как у нас выглядит сам KPI. И мы можем менять его для того, чтобы получить соответствующий результат. Однако, это не очень удобно просто смотреть, как меняется цвет. Мы можем вывести его сразу в формате референсной линии. Вместо продаж будем использовать KPI. Показывать мы будем токозначение. И можно, кстати, выбрать кастомный вариант. То, чтобы прописать, что необходимо. Вот. Будем показывать токозначение в данном случае. И мы видим, что у нас 0,8 миллиона. Давайте его как-нибудь продвинем. И мы видим, что вот сейчас оно изменилось на 900 тысяч. Вот в таком формате можно использовать параметры. И теперь давайте это применуем. Paramst.tpi И последний вариант параметров. Самый интересный, как я считаю. Это использование параметров, как кнопок для переключения между реализациями в одном блоке. Давайте покажу, как это делается. Давайте предположим, что пользователь хочет видеть одни и те же данные, только в разном формате. Первый вариант это карта. Второй просто барчарт с подписями. При этом мы будем смотреть распределение продаж по штатам США для всех продуктов. Давайте выберем страну. У нас это будет United States. И теперь выберем штат, присвоив ему сразу же роль штата. И нажимаем левой кнопкой выбираемое поле. Удерживая при этом Ctrl, зажимаем продажи. Заходим в Xiaomi. И выбираем вот в таком формате необходимую для нас реализацию. Пока он посчитает. Однако он ошибся немного. Поскольку показывает, что он 49. Это практически все штаты США он не узнал. Скорее всего проблема в том, что он думает, что не в той стране. Да. По умолчанию он считает, что я в России. На самом деле так и есть. Однако нам в данном случае нужно использовать United States. Либо вообще их не использовать. Вот. Теперь он все поля узнал. И демонстрирует сколько продаж в каждом штате у нас есть. Теперь давайте сделаем аналогичную визуализацию. Только в формате... Только в формате барчарта. Вот. Только давайте мы их все перевернем. И вот сделаем в таком формате. И также еще сделаем какие-то подписи. Для того, чтобы было бы понятно. Ну и естественно аналогично можно раскрасить. Вот. Очевидно нам основные продажи приносит Калифорния. Давайте так же назовем... Мэп и барчарт. Теперь мы должны создать параметры, где мы... Будут названия вот этих визуализаций. Назовем его VizType. Нас в данном случае интересует поле String и список его. Также назовем MAP. VizType... Ээээ... не VizType... Барчарт. Барчарт. Следующим этапом является добавление двух вычисляемых полей, которые будет показывать, относится ли данный параметр к данному типу визуализации. Давайте назовем его из MAP. Ну у нас тип визуализации, параметр, является ли он картой. Вот. И второй... Из бар. И в данном случае мы прописываем аналогично VizType равен бар... Так, по-другому чуть... Барчарт. И теперь добавляем для того, чтобы каждый из них был true. В данном случае у нас... Неправильно выбран параметр. Давайте мы... Так сделаем. Сначала зайдем на карту. Добавим из MAP... Равен... 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 True... И... Барчарт... Давайте мы вот так делаем... Тоже... Тоже... True... У нас не сработало. Мы вот так должны добавить его. То есть он обязательно должен равняться true. Ну, как мы видим, у нас барчарт пропал, а карта осталась. Теперь создаем дашборд. Сначала мы берем горизонтальный или вертикальный контейнер и только с помощью них возможно сделать такой вариант, когда один пропал, а другой остался. То есть мы приносим карту и барчарт. Вот, он находится снизу. Теперь мы можем менять между ними то, что у нас есть. Вот, как вы видите, один пропадает, другой появляется. Хорошим тоном в данном случае является убрать ненужные поля и заменительно убрать название. То есть при этом можно добавить название в целом для вот этого контейнера. Или просто давайте мы вот так добавим, чтобы у нас показывался здесь параметр типа визуализации. Это у нас будет название. Конечно, лучше его немножко откорректировать. Сделать побольше вариант, побольше шрифт. Поменять на черный цвет. И тогда можно вполне себе менять. Для того, чтобы этим можно было удобно пользоваться. Давайте мы перетащим наверх название, поскольку оно у нас, как видно, расположено неудобно. То есть у нас, смотрите, вертикально у нас находится текст, барчарт и карта. И у нас какой-то есть еще один контейнер, который находится справа, но у нас не касается. То есть если мы перетащим вот сюда, то, по идее, все должно заработать. Вот, пожалуйста. Теперь у нас есть карта, только давайте здесь я скорректирую ее. Вот. Таким образом мы можем приключаться между различными визуализациями. И при этом сделать их можно любое количество. Таким образом это позволяет полностью раскрыть возможности параметров и использовать табло на совершенно другом уровне. Спасибо за просмотр. Смотрите мои следующие видео. Всем хорошего дня и удачи с работой в табло с параметрами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok